Наталья Владимировна, мы со всех гостей наших требуем подарки в наш музей. Вы у нас психолог, системный расстановщик, регрессивный гипнолог. С каким подарком вы к нам пришли? Я долго думала, практически всю ночь. Ну и ничего не смогла придумать лучше, как подарить вам книгу. Лучший подарок? Да. Лучший. Ну, из курса. Психология делового общения. О, прекрасно. И эта книга поможет вам найти общий язык в коллективе, как найти подход к руководству, как руководство может найти подход к вам. А, то есть знать ходы руководства и выходы. Наталья Владимировна, скажите, пожалуйста, вот в вашей профессии есть ли вообще какой-то самый сложный термин? Их очень много, этих сложных терминов. Я такой средненький выберу. Например, интервью. Интериоризация. Интериоризация. Ну а больше интересных терминов. Простым языком. Дальше в передаче. Дальше в передаче. И не простым, сложно. Пошли в передаче. Пошли. Красивые номера начнут продавать. В Сарове завелся медведь. И как обезопасить своего ребенка. В эфире «Соседский Wi-Fi». С вами в студии Александр Самофал. И Петр Смирнов. Слушай, не прошло и 25 лет. Вот 25 лет назад, в 94-м году. Не было три года. Мы еще были маленький под стол, ходили, ввели новые номера. Новые номера. Нового образца. Нового образца. Вот те, которые... Ну вот сейчас они везде. Раньше он был, по-моему, четырехзначный, да? Раньше там было, да, четыре цифры, значит, буква и обозначение области. Например, у нас был, по-моему, ГО, Горьковская область. Да, ГО, помню. В 94-м году, 1 января, ввели новые номера с регионом. Три буквы, три цифры. Символично. В России три буквы, да? Три буквы, да. И только сейчас предложили, наконец-то МВД внесло предложение продавать их через госуслуги. Красивые номера. А, самое главное, что красивые номера. Красивые номера. Не просто номера продавать, да, в принципе. Все мы платим, только когда ты регистрируешь машину... Ну, госпошлину, да, номера. Мы платим госпошлину. Здесь? Соответственно, через повышенную госпошлину будут продавать красивые серии, красивые цифры. Человек сам сможет выбирать. Сам сможет выбирать. То есть вот этот дух лотереи отпадает, да? Когда ты приходишь и ждешь, хоть бы, хоть бы, хоть бы, хоть бы, там, три семерочки, три бойчки, да? Здесь уже этого не будет. То есть ты уже... за 25 лет сформировался рынок все на этом уже заработали ты хочешь купить красивый номер открываешь google забиваешь купить красивый номер а это к сосед тысячи тысячи предложений любые в серии любые цифры там тройные цифры три ольги если хочешь кстати говоря баснословных денег стоит я вот был но в одно время одно время у своего двойерного брата в украине них реально что-то около 50 евро можно за букву то есть ты можешь сделать номер своим именем то есть любую вообще 70 или 50 евро то время то есть ты можешь написать каждую букву 70 евро плач или того чего хочешь может давлю во всем развитом мире уже давно спокойно за деньги можно сделать свой номер как правильный школьнику хоть ими хоть и вообще во всем мире за деньги можно да но ты их платишь государства 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 есть сейчас здесь это по сути у нас за 25 лет сформировался совершенно черный рынок торговли номерными знаками автомобильными одна знакомая мне рассказала что у нее был номер три ольги и три одинаковые цифры не буду называть кто это знакомы она его за ней гонялся мужик ловил ее из на дороге уговаривал продать этот номер ему в итоге она его продала просто можете представить название сумму сколько стоит номер автомобильный номер сколько может стоить такой номер еще его три одинаковые цифры тысяч семьдесят вот и нет не 200 200 тысяч то есть просто я так гонял по городу за и тут решила не хватает мне на мраморную говязь не но скажем ты купил машину за там мы 5 миллионов рублей 200 тысяч можно купить принципе за но 200 тысяч к цене автомобиля это как классная опция знаешь вот сейчас объявление да продаю автомобиль с номерами дороже а точно смотрим там продаю автомобиль да прям указывают какой номер у машины и снизу описание с номерами дороже на 50 тысяч например да там какой-нибудь там 007 002 ну к примеру да вот притом неважно какая серия понятно что вот там трио там три а внутри а вряд ли конечно хотя тоже вполне наверное возможно то есть получается сейчас это все узаконили то есть уже не черный сейчас есть на предложение через государство значит что предлагает нам мвд значит субъекты по аналогии с транспортным налогом имеется ввиду субъект федерации то есть там например там правительство нижегородской области получает право увеличивать или уменьшать базовую госпошлину то есть соответственно там где-то в субъекте подумают а вот эта серия красивая мы и иначе подороже вот эта серия по там обычная давана стандартно там 2000 рублей госпошлина не все согласны с этой истории то есть есть продажи за госуслов на госуслугах именно номеров да то есть через госпошлину людей которые всем все нравится в этом минэкономразвитие совершенно другой путь предлагает с точки зрения более интересные и выгодные ну понятно на минэкономразвитие они предлагают проводить аукционы а кто больше за номер да да а то есть еще больше что заработал да а нормально все через акцион можно можно вообще так лобану вот смотри вот хочет и номер 001 да тут открылась новая серия ты сможешь я хочу 001 еще другой товарищ тоже хочет 001 да так ребята как это файт понятно то есть кто больше даст вот но мвд не говорит нет потому что аукционы могут проходить долго вот поэтому тема интересная наконец-то мы до нее морской дошли даже даже хотя вы не знаю почему вы нельзя было сделать это сразу или как можно раньше почему через 25 лет когда уже уже почти номера все заканчивается уже кто-то уже главный скачать на все хорош заработали хватит давайте новость дней последних гремящие все они и говорят и все-все-все с ней носятся как я не знаю как с чем-то в экстраординарном у нас медведь в городе завелся свой свой медведь значит реализуем все западные стереотипы про россию в отдельно взятом сарове балалайка есть медведь есть но и горячительные напитки в достаточном количестве имеются в рода есть значит что архиповский приехал медведь на тропу здоровья вышел все-то все рапу дороге как чек-листа чек-лист готов услышал что делать с медведем вот представь что ты идешь и виду медведь и навстречу и причем мы если мы можем да посмотреть есть есть фотографии до которого фотографии только каких-то муравейников которые он типа разрывы там много уже говорили про то что медведь медведь но смо медведя вот так чтобы вот медведь а все что его не видно то есть там нулез но ты не разберешься кто-то разворотил муравейник да причем странно саж поставь нам сюда муравейник но это извините но это не разворошил муравейник эту тул рук сунул что снизу кто-то как и решил вспомнить детство да и вот это кисленько муравейниках некоторые так сказать это один способ вообще бесплатной медицины то придется же я вообще удивился вот как можно сказать что вот по этой фотографии на где там дырка сбоку муравейника что это прозворошил ее медведь на медведь ну очевидно если он залез муравейник все хана муравейнику его просто вот разметного раз раскидывая культурный медведь и нас убеждают что это фотографии да а культуру там так как ну вроде понимает лапкину чуть-чуть дотронулся посмотрел там живут может он берлогу свои скалу и за может она так как он чуть-чуть не может медведь это анимата в костюме медведя который просто шел с детского праздника то что нам показали это очевидно делал не медведь с моей точки зрения это какая-то фикция вот но реально мишку видели то есть очевидцы есть а есть который и вот вопрос большой что с ним делать то есть вот ты идешь себе по лесу там собачкой гуляешь там или один просто прогуливаешься воздухом дышишь тведи навстречу медведь что делать я наверно бы у меня раскрыли суперспособности некоторые это как в одном известном мультике супер скорость до скорость то есть я бы мог бежать и наблюдать как рядом со мной пули летит вот так вот либо я не знаю у меня резко вырастут ногти когда существует байка что медведи думают что люди живут на деревьях у них такие стереотипы что люди не гуляют собаками на самом деле нельзя от него убегать вообще ну понятно это бегать вообще нельзя особенно спиной к медведю бежать нельзя про это говорю что у меня будет сразу скорость супер скорость только при этом условии надо держать отходить назад мой но я так понимаю не провоцируешь как любое животное конечно он хищник конечно он хищник и ты если побежишь особенно покажешь свою спину убегающую вот очевидно скажу это же мой друг хороший я его должен съесть срочно мясо бежит понимать мясо поэтому велика вероятность что он погонится а так как бегает он порядка 60 километров в час ну как бы ты шансов на то что ты разовьешь супер скорость минимально поэтому конечно ни в коем случае не надо бежать первое главное это идти обратно той же дорогой который ты пришел но отходить спиной спирать лицом к нему увидел медведя остановился оценю и таскать расстояние ситуацию и потихонечку назад если он заинтересовался тобой он просто тобой заинтересовался он не обязательно тебя есть так симпатия симпатия небольшая да если она двинулся к тебе то можно бросить перед ним какую-то вещь если у тебя есть что-то с собой свесное как гарри поттер носок добит и слабо примерно так но на самом деле если в лесу с рюкзачком или скатероса рулятся рюда да рюкзак ну тут земляда рюкзак дешевле чем твоя жизнь согласись будет как кошелек или для него это просто любопытство брось рюкзак перед собой и отходи дальше он подойдет начнет нюхать твой рюкзак и им интересоваться у тебя будет время чтобы совсем уйти конечно если вдруг не получается если контакт с медведем неизбежен вот просто неизбежен но шанс конечно еще есть в этой ситуации если вас съели у вас два выхода поэтому нужно лечь на землю вот желательно на бок калачиком то есть закрыть руку руки живот и прикинуться мертвым он будет тебя валять пытаться лапы туда-сюда крутить но есть шанс что ты будешь на что-то будет уговаривать себя встать да тебе надо прикинуться мертвецкий пьяным значит чтобы он тебя поваляет но может быть ему достаточно будет тебя понюхать понять что ты мне интересен и уйти но это конечно уже край крайняя история поэтому в этой ситуации уже конечно запасные штаны пригодятся а если я иду собакой и собака увидел начинает гладить здесь на нас провоцирует лайм скорее испугает они вполне спокойно способны и уворачиваться от медведя то есть он будет вот занят ими собакой в это время в это время можно либо уйти но собаку обычно жалко и люди бросаются спасать собаку это это прямо ошибка потому что ты чек не собака он может легко попасть под удар лапой а удар вот этими когтями вот это смертельный случай то есть поэтому лучше собак конечно оставить она скорее всего может и убежать от него вот но собака лучше тоже не в первую очередь вообще не гулять с собакой потому что собак может спровоцировать медведя но она может и предупредить услышать его за раньше брать человек или не пустить на что ну да поэтому лучше собаку отпустить не держать собаку на поводке потому что она может но она опять же отвлечет может и собак на поводке ну без защиты а тогда вопрос а кто вообще мог прийти до из заповедника мы же тобой в заповеднике живет за парень но я имею ввиду но через через колючку да легко вообще не проблем а можешь слушай он я просто из сельской местности рисую в город переехать да вот на самом деле мы спросили у наших жителей готовы ли они к встрече к медведям поэтому ира тебе слово скажите что нужно делать если вот в лесу увидели косолапого медведя но бежать от него они начнут самые бежать и бежать и бежать ну я всегда с собой беру спички беру свечку зажигаю огонь и держу отпугать хочу отпугать его надо с собой свисток носить и он убежит он боится громких шумов обнимать как-то обнимать уже может съесть нет он не может он от вас испугается и бежит на дерево от меня далее люди боятся людей бежать нельзя ни в коем случае нельзя смотреть в глаза притвориться мертвым ты скорее умрешь ну не знаю наверное попытаться медленно как-нибудь отойти а потом когда он тебя не видит куда-нибудь подальше но не смотреть глаза ну возможно пытаться вот пугнуть если не получится то тоже шансы спасения будет очень малы от него не спасешься он быстро бегает быстро плавает он очень сильный не спасешься никак кричать молиться в первую очередь не бежать от него ну как бы можно залезть на дерево конечно но я не умеет на деревья мы не нужно упасть и превратить и в мертвым в общем да но если это не поможет и он подбежит тебя съесть варим орать или палкой надеваться чем такое же а если медведь больше тебя в два раза что делать надо носить с собой холодное оружие ну я бы может в данном случае все таки успокоилась и постаралась не двигаться может быть он бы как бы отвлекся от меня на что-нибудь другое просто не знаю даже это тяжело сказать я знаю как спастись от медведя если вы все-таки встретили его в лесу то вам необходимо лечь на землю головой вниз медведь в лучшем случае подумает что вы мертвы и закопает вас листьями ну а в худшем случае вам придет баста ну вот видишь люди в принципе более-менее осведомлены что надо делать с нашим медведем вот ну конечно лучше избегать а кто знает может вообще медведь посмотрел фильм выживший и решил леонарди капрю найти с гризли так поступил да не на самом деле классно что дикой природу у нас есть экология у нас нормальная дикие живущие уже нормально да нет вряд ли что не не пучно не знаю не знаю как не знаю как не знаю как чиновники с ним будут теперь отбороться но на студии появился психолог системный расстановщик регрессивный гипнолог наталья владимировна мы шоу на то видим приятно вас видеть вводите пароль от вай-фай александр какой у нас сегодня пароль до находите сеть канал 16 и давайте введем пароль который должен подойти пишем его простыми русскими буквами гипноз гипноз да хотя одну до гипнорой же помогите много слов словосочетания которые для меня но честно говорят как не для специалиста ничего не говорят на русском расскажите да мне и нашим зрителям что что это вот что это вообще такое что такой системный расстановщик это при это отдельная история и регрессивный гипноз гипнолог как профессия это отдельно что это такое системный расстановщик это специалист это психотерапевт который работает с теми проблемами которые невозможно решить обращаясь к сознанию человека то есть вот есть но типичные такие психотерапевтические подходы которые работают в области сознания ну например вот модные одно время тренинги там публичных выступлений билдинг вот эти вот все вещи ну это как бы тренировка навыков это то что у нас в сознании то что мы знаем почему мы управляем осознаем можем контролировать и так далее и еще очень большая область бессознательного вот бессознательные процессы они не поддаются такому вот волевому контролю и с бессознательным мы встречаемся когда например спим или там в измененных состояниях сознания а есть еще системные расстановки системы семейные системные расстановки структурные но там они много очень разновидностей и можно напрямую войти в контакт с бессознательным и понять где корни проблемы с которым человек обратился вот потому что не все проблемы лежат в области сознания и это все работает это как уже вполне себе успешно ну давай 15 лет я же работаю с этим да таким образом ну допустим да аккуратненько смотри глаза чтобы ваши веки тяжелее такая проблема наверное да которые сейчас особенно на слуху это история вот в саратове да где там чуть ли не до суда линча делал дошло значит вот предлагаются некие методы решения на проблемы вот с похищением детей с пропажей детей что якобы дети должны там ходить по определенным маршрутам ни шаг вправо ни шаг влево значит они должны где-то там утверждены родители должны это все контролировать вот вообще насколько эффективно такие меры сейчас вот касательно этой истории ну что можно сказать вообще ну хорошо быть в контакте с ребенком и в диалоге с ребенком любому родителю почему потому что если этого контакта и диалога нет ребенок закрывается мы даже не знаем вообще где он находится где он да вот поэтому это вот самый первый очередной контакт и диалог с ребенком чтобы он был у ребенка не должно быть страх перед родителем то есть ребенок может спокойно прийти рассказать что с ним происходило там что в школе как друзей друг да чтобы может открыться что-то рассказать что до поделиться и и знать что ему за это ничего не было полное доверие ну да да и значит ему за это ничего не будет надо реагировать на то что рассказывает ребенок вот когда ему захотелось попробовать значит пришло время об этом поговорить причем поговорить спокойно без без драматизма естественным образом и вот когда есть диалог есть доверие есть контакт с ребенком тогда легче не то что организовать тотальный контроль а ну просто знать естественным образом что с ним происходит и где вот но если смотря какого возраста ребенка мы берем если допустим это нужно там первоклассник второклассник вообще рекомендуется ходить вместе в школу и забирать из школы тоже но либо отвозить либо вместе ходить у кого какие возможности есть но то есть не не отправлять одного даже в нашем сарова нужно ли в этот момент оттачивать маршруты движения то есть до школы там до пошел домой да чтобы он выучил прям знал езда как идти куда идти какими улицами идти над подворотнями какими ходить надо в первую очередь водить его подворотнями самим конечно да показать маршрут несколько раз чтобы он запомнил потом можно поиграть в игру, допустим, что «я забыл, как идти, покажи мне». Понятно, да, играли. И посмотреть, как он поведет. А запасные маршруты? Ну, например, то есть вот сегодня ты идешь не домой из школы, а к бабушке. Ну, я, к примеру, говорю, значит, нужно... Сегодня мы с тобой, я тебя забрал из школы, я иду с тобой к бабушке. Да. И поэтому мы идем к бабушке. Да, конечно. И там та же самая игра, получается, «покажи дорогу к бабушке». Покажи, да, покажи мне. Вот, объясни, а почему вот так нельзя? А давай мы вот так вот с тобой вот таким образом пройдем. Почему нельзя? Потому что потому. вот он объяснил, да. Ну, и потом очень хорошо, ну, сейчас очень у многих всякие гаджеты, да, хорошо геолокацию, конечно, поставить. То есть имеется какой-то гаджет, смартфон, какие-то умные часы, которые ведут трек геолокации. Но обязательно ребенку об этом сказать. А, вот так. Чтобы это было не скрытно, да? Конечно. Ну, а кому приятно, да? Ну, понятно. То есть за вами следят тайно, да, вам вот как вот вообще? Нормально, нет? Ребенок такой же человек, да? Это, ну, это как-то противно вообще-то, да? Ну, то есть в открытую сказать, вот, там, дорогой сын, или, там, дорогая дочь, я это делаю для твоей безопасности, ну, и самой, чтобы спокойной быть, да, что где ты, куда там и так далее. Но, в другой стороне, это такая степень открытости. Ты доверяешь ребенку, говоря о том, что я за тобой, ну, присматриваю. Да. Он понимает, что за ним присматриваю, не пойдет туда, куда он считает нужным, ну, где опасно, или куда его зовут, там, ребята, которые пойдем-пойдем с нами, условно говоря, там, после уроков куда-нибудь в подворотню, там, по гаражам лазить, например. Или скажет, позвонит и скажет, я пошел с ребятами туда. Но ребенок должен знать, что мама и папа бдят. В открытую. В открытую. Это должно быть в открытую. Он должен это понимать, да. Вы думали, что вас уже невозможно удивить? На канале Лента.ру появилась чудесная новость о том, как депутат Тульской городской думы Олег Погорелов торжественно представил нескольким пенсионеркам новую сушилку для белья. Вам смешно? А между тем, в пресс-службе Гордума отметили, что горожане адресовали благодарности и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с депутатом. Кстати говоря, российские чиновники и политики не первый раз участвуют в абсурдных торжественных открытиях. Так в октябре в деревне Жуван в Удмуртии с помбой представили отремонтированную дорогу. Вот только сама отремонтированная дорога на это мероприятие почему-то не пришла. На фотографиях видно, как глава поселения, первый заместитель главы района и куратор по реализации программы инициативного бюджетирования перерезают красную ленточку. А гости праздничного мероприятия радостно стоят по колено в грязи в резиновых спагах. Вот так повесишь в детскую веселенькие занавески, а тебя сразу обвинят в пропаганде, сами знаете чего. Как сообщает канал Пикабу в Питере, чтобы заставить мать с двумя детьми снять с окна радужную штору, активисты прикинули с сотрудниками полиции. Увидев признаки пропаганды, сами знаете чего, бдительный гражданин нажаловался на предмет интерьера в группе жилого комплекса ВКонтакте. Через несколько дней уже другой активист выложил в той же группе фото сотрудника полиции, который снимает штору раздора на телефон. Еще спустя какое-то время в группе появилось фото того же окна, но уже без шторы. Хозяева наказаны, виновные получили предупреждение за агитацию, отрапортовал мужчина. Между тем, участники событий утверждают, что никакой полиции не было, а штору хозяева квартиры сняли сами. Как скоро активисты начнут жаловаться на небо, где нет нет, да и появится после дождя злополучная радуга. Американский флот поздравили открыткой с российским атомным крейсером. Как сообщает канал Лента Дна, ветеран, а ныне конгрессмен Брайан Маст что-то напутал и разместил в своем твиттере плакат с Петром Великим. Бортовой номер замазали, а вот военно-морской флаг Российской Федерации оставили. Крейсер, кстати, называют убийцей американских авианосцев. После того, как ошибку заметили, пост тут же был удален. Но пользователи таки успели в шутку написать, что это еще один пример российского вмешательства. Просто такой факт, он неприятный для нас, для всех. Нижегородская область вообще в лидерах по пропаже детей. Это по общероссийской статистике. У нас очень много пропадает детей. В основном в летнее время уходят где-то на огородах, на дачах бабушками, дедушками. Пропали. Как себя вести в этой ситуации и как, может быть, предупредить возможное развитие? Ну, вот смотрите, раньше ведь как жили? Большими такими, ну, как, общностями. Друг друга все знали. Даже вот если 50-60-е годы взять, в подъезде все друг друга знали. Во дворе многие друг друга знали. Ну, а в деревнях так, ну, там, если куда-то... Квартиры не закрывали как бы. Да. То есть возвращаться к этому нужно. Знать всех соседей. Ну, по крайней мере, на лестничной площадке, да, там, выше, чуть ниже этажом. Я понимаю, что там в 12-этажном доме невозможно со всеми познакомиться. Но, по крайней мере, основных-то, знаете, быть с ними в хороших отношениях. Мало того, вообще очень хорошо, чтобы у ребенка в его гаджете в телефоне был записан телефон соседки, которой вы доверяете. Там в деревне, там тоже соседи, с ними знакомиться, дружить, дети, чтобы общались, да, то есть сообща друг другу помогать. А не так, что вот мы приехали, мы заселились в этот дом, мы никого не знаем, нас никто не знает, и мы тут вот такие одиночества в толпе. И как прекрасно, что это происходит, да. А на самом деле не прекрасно, потому что в случае с чего и помощь никому. А никто ничего не знает, никто никого не видел, никто ни с кем не знаком, и моя хата с краю, понимаете? А когда уже с человеком знакомы, ну, как-то неловко, да, я видела, что там ребенок с каким-то дядькой ушел, да, я что молчать буду? Я, конечно, матери скажу, что такая ситуация. Все же, вот возвращаясь к самой первой, ну, к самой специальности, да, вот вопрос потери доверия между ребенком и родителем, оно как-то корректируется в итоге? То есть возможно ли вообще вот с вашей специальностью, да, как-то это исправить? Возможно, потерянные отношения или потерянные доверия? Всегда, всегда надо меняться родителям. То есть это в первую очередь? Конечно, конечно, в первую очередь, потому что вот ко мне часто приходят на консультацию, вот, Наталья Владимировна, вы с детьми работаете, вот у меня там подросток, не слушается, уроки не учит, там, дерзит или болеет все время, там, сделайте что-нибудь с ребенком. Я говорю, ну, вот представьте себе, вы, там, не знаю, 12-летний подросток, да, вас привели к какой-то чужой тете, эта тетя от вас что-то хочет. Вот как вы будете себя чувствовать? Ну, это... Вот как вообще? Вот просто, ну, вспомните себя в 12 лет. Какой совет тогда родителям? Понятно, что с ребенком не прокатит, получается, тема. Работать, начинать с себя. То есть, в первую очередь, самому меняться. Ребенок до подросткового возраста, он отражает состояние семейной системы. Это не значит, что мама плохая, папа плохой, там, бабушки, ежики плохие, это вообще не об этом. Это про то, что есть некая дисфункция, которая зачастую не осознается, и на 100% она не осознается. Ну, кажется, у нас все хорошо, ну, как у всех. А ребенок, он как маркер, он показывает, он показывает болезнями своими, неуспеваемостью, плохим поведением, там, дерзостью, еще чем-то, он показывает, что что-то здесь не в порядке. Всегда надо приходить родителям самим, или маме, или папе, или вдвоем, ну, как решат, да, и задавать себе вопрос, что происходит в нашей семейной системе, о чем нам сигнализирует ребенок. Наталья Владимировна, у нас для гостей такое традиционное испытание, вот, и для вас тоже заготовлено. Вот, Александр подготовился очень. Ваши лиги тяжлее? Да, о-о-о-о! Еще посмотрим, кто кому будет испытание устраивать. Загисти пин-код, да, я должен... Нет, простой тест Роршиха. Это какой-то напуганный ежик. Ежик. Напуганный ежик. Очень похоже на шкуру медведя. Шкуру медведя. Того, который гуляет там. Который у нас гуляет, все понятно. Это у нас здесь. Это Микки Маус. Микки Маус. Мне тоже первое. Какой-то страшный Микки Маус, да. Микки Маус, колючки, в красках. Возможно, да, все, что в голову приходит. Самое, наверное, простое. Это Малевич. Малевич. Ну, ассоциация, очевидно, да, с черным квадратом. А чего он повторять? Ну, потому что я тоже смотрю на него и Малевич, и черный квадрат. Может, что еще может быть? Может быть, что еще может быть? Может быть, что еще может быть? Я не знаю. Крыша может быть? Это проекция Куба. Куба, да. Может быть. Еще одна, что здесь находится у нас на картинке. Это прям точно тест Рожиха? Да. Ну, естественно, ну, шлевод прям оригинальный. Наталья Владимировна, ваш ответ. Это Мечта мужчин. Мечта мужчины? По-моему, это лягушка. Чисто, да, чисто про это. Кто знает, мечта Ивана Царевича. Была лягушка. Ну, и последний тест, я не знаю, так, на любителя различных, может, телепрограмм. Так это же... Чагивар? Евгений Ваганович. Евгений Ваганович Чагивара. Вот так вот, пожалуйста. Чагивара? Да нет. Ну, все-таки, да, Евгений Ваганович. Наталья Владимировна, спасибо, что вы к нам пришли. Во благо. Дорогие телезрители, увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Дорогие телезрители, увидимся на следующей неделе.